так ну и по поводу вот этого видео у меня вышло когда вас не обследует вас дует давайте обосную как раз вот для тех кому интересно там это шорт был здесь она будет чуть подлиннее конкретно ну вот пару ситуаций да то есть первая ситуация это когда вот недавно мою знакомую то есть я сам познакомился с этим человеком то есть это был логопед которому привели ребенка для того чтобы скорректировать там некоторые буквы алфавит который ну пока по возрасту он плохо говорит сразу начался началось давление на меня конкретно что надо сделать исследование сосудов шеи ребенку ввиду того что потом надо поделать массаж ну то есть сразу началось до вообще тестирование ребенка на там какие-то буквы сразу начался развод на исследование ну я в отличие как бы от своем как я был моложе я начинал сразу что я доктор и тогда люди конечно не раскрывали сейчас я никогда этого не говорю я там начинаю задавать доводящие вопросы то есть прикидываюсь абсолютным олухом да то есть неизвестно кто и такой там а как вы там это собираетесь посмотреть то есть человек без медицинского образования означает достаточно сильное исследование это bc а называется то есть брахиоцефальное исследование сосудов шеи да то есть смотрится сосуды шеи особенно там вот эти вот задние вертебральные артерии на их проходимость и в норме у каждого человека есть какие-то изгибы есть какие-то там замедление то есть там право-лево право-лево это вообще то есть у нас нет симметричного ни одной части тела да то есть ни у одного человека нет ничего симметричного право-лево всегда разное вот ну и там соответственно тоже и когда потом большинство людей впадают просто в депресняк страшнёчек то видят результаты этого исследования мало того я вам прямо скажу ни один врач функциональной диагностики никогда в своей жизни не написал что у человека есть физиологическая норма сколько вы не разыскиваете себе исследование допустим иkg чтобы было написано здоровое сердце вы никогда его не увидите вы никогда не увидите вообще описания что все норма все здоровый человек Врач функциональной диагностики пишет всегда то, что он там увидел. Он там увидел какие-то особенности, которые для понимающего специалиста являются то, что ты смотришь и говоришь, у вас все хорошо. А для мошенников, я их больше по-другому назвать никак не могу, которые занимаются предоставлением различного вида медицинских услуг, они являются способом развести вас на деньги. То есть люди берут, показывают вам это исследование, это же БЦА. Ну и тут опять же случай конкретно с моей знакомой, которая пошла к этой же даме на массаж. Та сказала, что надо, чтобы не навредить, сдать БЦА. И потом там развертывается клиника, не клиника, как бы я уже деформация моя профессиональная. Развертывается картина работы организованной преступной группы. То есть человек, ничего не понимающего в этих исследованиях, ну как бы нет у нее образования, чтобы в них что-то понимать, назначает это исследование. Потом человек приходит к доктору, который делает это исследование. И потом следующий логический шаг, это направление к дополнительному специалисту, который находится членом этой ОПГ. И соответственно, дальше они к костиопату отправляют человека. И когда она в итоге озадачивается и присылает мне это исследование, я говорю, что там все нормально у тебя, тебя тупо разводят на бабки. И у человека сразу прекращаются все жалобы. До этого, конечно, ее вгружали. Ну а представьте, как могут вгружать этими исследованиями мам, которые беспокоятся за жизнь своих детей. Вот эти вот исследования, когда сейчас началось огромное количество подвывихов тех костей, которые вообще не способны подвывихиваться. То есть я реально смотрел в лечение подвывиха бедра у взрослых. Это кроме бредом сивой кобылы, либо гениальным разводом на денег. Гениальным способом развода на деньги никак не назовешь. Это вообще прям гениальный способ. Ну вообще, что там гениального? Людей разводят. Ну и смотрите, ситуация по подвывихам вот этих вот позвонков у детей. Их лечат просто направо и налево. А это все миф, это все специально наверченные вещи. То есть их не существует. Ну как сказать, бывают, конечно, подвывихи, но не в таком количестве, не у всех детей. И когда подвывих, чтобы вы понимали, там шейного позвонка, ребенок вообще не может шевелить головой. Это серьезная травма. И этот ребенок не то, что там иногда с какими-то головными болями, с какими-то там плохо учится, там букву Р не выговаривает или еще что-то. Но это разные вещи. Невозможно. Травма с невозможностью пошевелить головой, с серьезными болями. И когда у ребенка якобы там немножко все несимметрично вращается. Просто это рядом не стоявшие вещи. Ну вам втирают, что это все есть. Затем исследование по поводу МРТ, там крупных суставов, вот у взрослых, да. То есть это способ, еще раз, в случае, когда вам означает это специалист, который способен разобраться в этих исследованиях, это хотя бы специалист, который работает травматологом, да, где-то. Это одна картина. Когда вам назначают там доктор сплатной клиники, который следует сразу за там какими-нибудь разрывами первой там А-степени, там еще что-нибудь там по Штоллер, вас начинают сразу разводить на уколы в коленные суставы. Это немножко другое. Абсолютно. То есть надо в этом случае в паре-тройке мест все-таки проконсультироваться, несмотря на то, что вам это исследование назначили. И при этом осмотра вашего коленного сустава не производили. Это сейчас есть везде, поэтому попробуйте услышать, что я вам сказал, да. То есть там несколько выводов из вышеуказанного. Все-таки смотрите, к какому приходите и насколько человек способен разобраться. То есть массажист и брахиоцефальное исследование – это вообще несовместимые штуки. И для того, чтобы назначить ее, все-таки лучше сходить, наверное, к неврологу, да, который там или терапевту вам. То есть если у вас есть все-таки попали вы на это исследование, пройдите пару-тройку специалистов соответствующего, да, уровня. То есть если это нарушение кровотолка по шее, все-таки идите к терапевту и к неврологу, да, пусть они посмотрят это исследование лучше, даже в муниципальную клинику. Если это те же самые там МРТ суставов, то все-таки тоже надо найти разных специалистов, которые посмотрят и достоверно скажут. Без сразу назначения чего-то напишут вам консультацию, да, и какие-то рекомендации, которые будут соответствовать, ну, какой-то… Потому что иногда приходит человек с исследованием, ты говоришь, у тебя ничего нет, иди отсюда. Он говорит, как? А мне там посоветовали сделать, потому что я что-то там почувствовал. Бывает и так. Вот. Будьте здоровы, всем добра.